для использования функционала быстрых покупок для создания ежедневных покупок нужно перейти в соответствующую панель кликаем по стрелочке нижней части экрана и загружается простая панель быстрых покупок значит перед нами открывается экран который состоит из четырех как бы разделов первая часть это панель то есть сама форма в которой мы сами можем заводить товар вторая часть внизу под панель внизу располагается нижняя панель навигации кликаем последующие иконки у нас отображается список покупок кликаем по 3 иконки список с избранными товарами и по 4 иконки список с шаблонами тут три шаблона можете листать и эти шаблоны и так возвращаемся в первую вкладку панель вводим название например картошка и enter кликаем не обязательно заполнять все поля но название товара должно быть заполнено обязательно допустим один и килограмм доведем и enter жмем пожалуйста сформировалась картошка один килограмм если нам не нравится этот товар мы можем его удалить кликнув по соответствующей кнопке пожалуйста давайте заново ведем все мы вели и теперь кликаем на корзину для того чтобы добавить добавить товар список покупок кликаем переходим список покупок и пожалуйста товар наш добавлен тут мы также можем его отмечать как купленный также имеется панель с опциями скрытая открываем его для того чтобы открыть панель с опциями кликаем вот на иконку с тремя точками появляется потом иконка стрелка которая сим кликнет пони то это опция панель как бы она скроется снова и так отображаем панель здесь мы можем добавить товар в избранное кликаем и либо давайте посмотрим перейдем в избранное и пожалуйста товар отобразился и перечеркнутая корзина носки нас нам свидетельствует о том что товар также есть списке покупок отображаем панель убираем из избранного снова переходим как видите из избранного ушел товар давайте дальше можем добавить товар ссылка в определенный шаблон кликаем по дискете и выбираем допустим второй шаблон добавляем переходим шаблон и идем на второй шаблон и пожалуйста у нас товар этот появился в шаблонах возвращаемся список покупок здесь значит открываем снова эту панель с опциями мы можем редактировать товар выезжает определенная панель пока мы не ввели хоть какое-то из другое значение кнопка не появится для для кнопка редактирования не появится мы можем удалить все изменения снова кнопка ушла но если мы допустим ведем другое значение просто и скроем панель то также кнопка не появляется то есть она кнопка редактирования появляется в том случае если мы вводим какое-то иное другое значение кликаем по редактированию и пожалуйста товар отредактировался также мы можем удалить этот товар давайте добавим его избранная и можем этот товар удалить и из списка покупок кликну вот сюда пожалуйста а в избранном он остался также у нас имеется верхняя панель управления товарами в списке покупок для того чтобы добавить свой кастомный товар но подобные вот этой панели есть у нас и списке покупок специальная кнопка плюс кликаем и вводим название товара апельсины 2 штуки также можем удалить данный можем скрыть панель а можем добавить пожалуйста товар добавлен также мы можем добавить этот товар в избранное пожалуйста добавлен можем также добавить его в шаблон допустим в третий шаблон переходим шаблоны листаем до 3 шаблона и пожалуйста он у нас здесь также у нас имеется функционал то есть очистки товара списка списка покупок полностью для удаления всех товаров кликаем вот по перечеркнутой корзине и товар уходит и выходит соответствующая надпись также мы можем добавить товары и сохраненных шаблонов кликаем вот по этому конверту выбираем третий шаблон и пожалуйста снова товар восстановлен также имеется функция расшаривания глобальной версии для того что это как бы это функционал предназначен для того чтобы вы могли делиться своим списком покупок с другим человеком который в это время заедет магазин и купит все необходимые товары для вас